Всем привет! Я тут сижу, размышляю, зачем нужен шат, но сам я могу долго размышлять, но есть человек, который мне здорово это сможет рассказать. Сегодня в гостях у нас Карим. Спасибо большое, что пришел. Всем привет! Карим, расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд сначала. Тебе прям рассказать самых основ, где учился в школе, либо тебе уже там... Слушай, все интересно на самом деле. Лишь тебе потом вырежу. Давай я что-то каратенечко расскажу. Я вообще из маленького города Кисловодска. Там я учился не в технической школе, там я учился в школе с углублением изучения английского языка. Там мне с репетиторами приходилось подтягивать математику, физику. У меня получилось каким-то образом, до сих пор не понимаю каким, у меня получилось неплохо сдать ЕГЭ, затащить пару олимпиад, и я поступил на физтех. Поступил на факультет раотехники и кибернетики. О, сильно. Да, это прям была моей мечтой, моей целью, и прям много сил я на это потратил. В итоге все получилось. Я начал учиться на физтехе, проучился где-то курса 2-3, и начал понимать, что в принципе свой будущий путь мне стоит складывать куда-то в сторону IT. Мне нравилось программирование, еще мне нравилась математика. И так получилось, что в один момент я заметил такой интересный курс на Курсере под названием «Введение машинное обучение». Воронцово. Воронцово, да, от высшей школы экономики. Я подумал, это же вообще идеальная штука, да? Моя любимая математика, мое любимое программирование, их типа как... Пайнапл-пэ. Пайнапл-пэ, да, все, получилось, короче, машинное обучение. Да. Получается машинное обучение, все, обязательно нужно попытаться этим позаниматься. И вот в середине второго курса я начал проходить этот курс на Курсере. Мне там безумно понравилось. Я поучаствовал в паре соревнований, там успешно закончил, собственно, этот курс. И подумал, а как же мне дальше развиваться? Понятное дело, можно было идти дальше по пути онлайн-образования. Но я подумал, блин, есть же шат. Все о нем говорят, что это лучшая школа анализа данных. И вообще там лучше всех учат машинное обучение. Почему бы не пойти туда? Конечно, было страшно, потому что там сложно отборочные этапы, сложно отборочные задания. Но с чем черт не шутит, почему бы не попробовать. At least I tried. At least I tried, да. Потом бы я ожалел. Я подумал, ну окей, давай попробуем поступить в шат. Ну еще параллельно, давай попробуем пройти на стажировку в Яндекс. Типа спойлер, у меня в итоге получилось и то, и другое. Но немалыми усилиями и немалой кровью. На шат, на подготовку к шату я потратил примерно месяц. Может быть, недели три. Но я упорно трудился, по пунктам смотрел, что они рекомендуют, какую литературу, какие задачи решать в прошлых лет. Собственно, как ты в своих видео объяснял, я примерно двигался так же. Но только если ты познавал для себя что-то новое. Я когда-то это проходил на первых курсах в мотоанализе и в теории вероятности. Мне скорее нужно было восполнять какие-то пробелы и что-то вспоминать. Но так как у меня, кстати, в конце третьего курса у меня был ГОС по математическому, вообще по математике на физтехе, это в принципе, так как я повторял всю математику, это мне в будущем и помогло еще и ГОС сдать. Ну, собственно, вот у меня получилось подготовиться к Шаду. Я сдал, прошел онлайн-тест, там еле-еле прошел очный тест, вроде у меня какой-то пограничный балл был. Вот, и прошел потом на собеседование и все получилось. То есть в моем случае получилось довольно просто в итоге. Вот, но это так кажется только, потому что ты как бы в ретроспективе это рассказываешь. На самом деле там были большие усилия. Воображаю. Расскажи, пожалуйста, про свою мотивацию. Вот когда ты шел, вот на собеседование тебя спросили, зачем тебе Шад? Что ты тогда говорил? О чем ты тогда думал? Ну смотри, я не помню, спросили ли мне, зачем мне Шад. Я помню, что меня спросили такой вопрос, зачем тебе машинное обучение и вообще анализ данных? Мне кажется, эти вопросы, они довольно изоморфные. Вот, так что в принципе ты идешь в Шад во многом для того, чтобы изучить именно эту область. Я тогда ответил честно, мне интересно. Мне интересно смотреть, что вообще в мире появляется. Мне интересно это потому, что это некоторое волшебство. Главная вещь, почему я этим занимаюсь во многом, как бы по-детски это ни звучало, это потому что эта вещь, машина обучения, она удивляет. Ты можешь делать там удивительные вещи с помощью математики и программирования. И мне хотелось всегда этим заниматься, такими вещами, которые удивляют людей. Я подумал, блин, да, это то, что надо. И вот так честно, по-детски немножечко, я пытался объяснять свою мотивацию. Ну, конечно, я говорил, что в будущем мне нужна какая-то профессия, да? Мне нужен какой-то профессиональный путь. И я, в принципе, видел там очень хорошие возможности, большой потенциал. Я отвечал примерно так. И это было честно. Понял. Вот ты прошел в шат. Расскажи, пожалуйста, какие курсы ты брал и что там тебе больше всего понравилось и больше всего запомнилось? Я пошел... Ну, первый выбор, который был, это выбрать отделение. Я советую вам выбрать его, ну, конкретно тебе советую выбрать до собеседования, потому что у тебя уже на собеседовании прям спросит, какое это отделение хочешь, и тебе нужно будет аргументированно на это ответить. Я довольно систематично и ответственно к этому подошел. То есть что я сделал? Я посмотрел, какие курсы есть по каждому направлению, и потом там в личку доставал людей, которые уже там учатся в шаде или закончили его, спрашивая по конкретным курсам, хорошие, плохие, там, где прикольные домашки, где хорошие преподаватели, какие курсы интересные, какие нет. Ну, и вот спроецировав на себя всю эту информацию, для меня получилось, что мне больше всего подходит курс по большим данным, потому что мне было не особо интересно заниматься, там, теоретическим анализом данных, как это делают на отделении анализа данных, там, все-таки уклон в сторону теории. Мне нужно было чего-то, мне хотелось что-то практичное делать, смастерить такое руками, чтобы поскорее там это все заработало. И показалось, что большие данные – это самая подходящая для меня штука. А отделение компьютер-сайенс? Отделение компьютер-сайенс, вот, типа, была сложная дилемма между компьютер-сайенс и большими данными. Мне кажется, в итоге за меня решил второй курс, второй семестр, там, в компьютер-сайенсе были алгоритмы вторые, вот, а у Бигдаты было параллельное программирование. Я подумал, что, блин, мне почему-то интереснее параллельное программирование, а так как это обязательный курс, я их там свопнуть никак не смогу, поэтому все-таки пойду на БД. Ну, если там не понравится, окей, перейду в какой-то момент. В итоге я остался всем доволен, мне кажется, то, что я сделал правильный выбор, но при этом это не говорит, то есть все мои рассуждения не говорят о том, что там другие отделения плохие. Понятно, это личный выбор, понятно. Это личный выбор, да. Самое популярное направление компьютерных наук, вроде оно самое популярное, там, по количеству людей, оно, типа, тоже крутое, и я считаю, что крутость компьютерных наук, там, самая сильная сторона, это то, что там тебе идут большой выбор. То есть ты на втором курсе, у тебя очень много свободных слотов для курсов, ты можешь набирать что угодно. Вот, а в анализе данных, да, если тебе нравится что-то теоретическое, и тебе хочется заниматься, там, научным проектом каким-то длительное довольно время, там, чуть ли не год вроде, да, анализ данных. Расскажи подробнее о курсах, которые у тебя были на отделении, и что больше всего тебе понравилось, там, на то взгляд, пригодится. Смотри, так получается то, что, ну, это довольно логично. В самом начале я тебе читаю какие-то базовые вещи, базовые курсы, начиная, там, от языков программирования, чтобы уравнять всех, там, математикой, там, с дискретным анализом, что ведет, там, райгородским. Вот, и постепенно с каждым, там, с каждым новым семестром курсы становятся все практичнее и практичнее, более, более современными, что ли. Ну, то есть, мне гораздо интереснее было заниматься действительно чем-то практичным, поэтому мне наиболее запомнились именно курсы второго года. Выделить могу, мне понравился очень курс по автоматической обработке текстов по НЛП, он в третьем семестре. Кстати, он обязательно на компьютерных науках. И мне очень понравились два курса в последнем семестре, это по глубинному обучению Deep Learning и по обучению с подкреплением Reinforcement Learning. Там очень крутые преподаватели, вот, Саша Панин, если ты смотришь это видео, тебе вообще респект. Ну, ты когда будешь учиться, там, на втором курсе, ты поймешь, что можно... Я тоже передам респект. Да, ты можешь, короче, включать семинары Саши Панина ночью, там, не знаю, вечером, когда ты его смотришь, и просто как, не знаю, как сериал. У тебя каждую неделю выходит новая, там, новая серия с его семинаром или лекцией, и ты его включаешь. Так, это чтобы уснуть или чтобы не уснуть? Чтобы не, да, сложно уснуть. Тогда лучше с утра, чтобы проснуться быстрее. Ну, Саша разгоняет, кстати, не хуже кофе, я думаю, но тебе это еще предстоит, поэтому не буду спойлерить, короче, этот сериал. Окей, окей. То есть вот эти курсы я прям выделю, но нельзя забывать про базовые курсы, от которых тебе максимально больно. Ну, то есть это алгоритмы и там дискретная математика, но без которых просто никак. Мне кажется, от любого курса Макса тебе максимально больно. Любого. Я был всего лишь на одном курсе Макса, да, и это было больно. Но я сейчас понимаю, смотря там назад уже в прошлое, что без него просто никак. Ну, то есть я смотря назад понимаю, что супер, что я его прошел, но в процессе было больно, наверное. Слышал, слышал много от кого. Хорошо. Вот расскажи, пожалуйста, если бы ты, немножко просуждаем, если бы ты не пошел в ШАД, а, например, пытался то же самое получить через соревнования в Кегле, или если бы ты пошел работать с Data Scientist, например, что бы ты тогда мог дополнительно получить, чего ты не получил в ШАДе, и что бы ты упустил относительно ШАД? Угу. Ну смотри, я бы вряд ли сразу пошел решать Кегл, как и все, ну, как обычные там люди делают, да, в свободное время, если там чем-то дополнительно, типа ШАДы не занимаются. Я бы, скорее всего, пошел заниматься онлайн-образованием, то есть я бы, возможно, нашел бы на Курсере и на других там онлайн-платформах какое-то подобие ШАДовской программы, вот, и пытался там постепенно ее изучать. Но, скорее всего, я тоже начал заниматься конкурсами. Не могу сказать, что я там когда-то преуспевал в этих конкурсах, я участвовал там в нескольких, мне вот не особо это заходит, не особо как-то интересно, я драйва в этом не почувствовал. Но знаю, что когда ты там в хорошей команде начинаешь решать, у тебя начинает получаться, у людей там прям сносит крышу, и тебе интересно этим заниматься, ты этим там круглые сутки об этой задаче думаешь и ставишь эксперимент, тебе реально интересно. Я почему-то на такой крючок не подсел, вот, мне почему-то не особо это интересно было, но при этом я понимаю, почему это может быть интересно. Чем отличаются, твой вопрос, это, что бы я упустил, что бы я упустил, если бы... Если бы пошел сразу работать Data Scientist, например, вот каким-то образом, может быть, это, конечно, вряд ли получится, но предположим. Смотри, мне кажется, если ты идешь работать на какую-то должность Data Scientist, да вообще кем угодно, ты, скорее всего, будешь работать над какой-то определенной задачей, и там в этой задаче ты будешь пробовать определенный узкий класс каких-то методов. То есть, мне кажется, ты бы, конечно, углубился в этой теме там очень сильно, и ты бы развивался сильно в глубину. Вот, а когда ты учишься в ШАДе, например, вообще в любом месте, обычно учеба не настроена на то, чтобы тебе там дать сильно глубокие знания по определенным темам. Тебе нужно... Тебе дают знания по широким, ну, в ширину, в общем. Поэтому я бы, возможно, стал крутым специалистом в какой-то отдельной теме, но продолбал бы какие-то соседние знания, которые, возможно, бы как-то помогали. Хотя бы, если бы я подозревал то, что они там существуют, такие вещи, может быть, мне это как-то дополнительно помогало в моей работе. Я понял. Ширина против узкой глубины. Ну да. Это, типа, супер, мне кажется, очевидные вещи, я говорю, но вот конкретно в анализе данных, мне кажется, это прям ярко выражается. Потому что, если ты на работе там решаешь какую-то определенную задачу, там можно как бы голову опустить, ни на что другое не смотреть, вот копать свои темы и все. И ни о чем другом как бы узнать и не больше. Мне кажется, это такая вот есть проблема. Ну, кстати, я... Я же постажировался в Яндексе и даже поработал после этого где-то полгода. Я постажировался и работал в Яндекс.Погоде. И вот у меня даже есть такой тоже больный, довольный опыт совмещения работы в Яндексе, ну, стажировки в Яндексе и обучения в ШАДе. Вот, типа, я вам всем советую, обязательно попробуйте, чтобы понять, на что вы способны хотя бы. Вот. Но это прям сложно. Больно. Это больно. Как алгоритм Макса. Как алгоритм Макса. Окей. Расскажи, пожалуйста, про работу теперь. Вот сейчас ребята выпускаются. Куда они могут пойти и на какую примерно вилку зарплаты могут рассчитывать? Выпускники ШАДа, да? Ну, смотри, сейчас, типа, куча вообще возможностей, куда можно идти работать. Ну, самое популярное место, куда идут работать шадовцы, это Яндекс. Ну, и в Яндексе действительно работать очень круто. Ну, то есть, во-первых, туда попасть не особо просто, то есть, там, сложный отбор. Но если ты прошел ШАД, тебе гораздо легче это все будет сделать, потому что знаний у тебя будет побольше, чем там у среднего человека, кто проходит собеседование в Яндексе. Вот. И в Яндексе, так как это очень большая компания, по меркам вообще российских компаний, там есть очень много команд, которые занимаются разными вещами. Там, начиная от Алисы, где занимаются там НЛП и там синтезом речи, да, заканчивая беспилотниками, где там вовсю занимаются компьютерным зрением и вообще там планированием движения. То есть, ты можешь, в принципе, в Яндексе найти себе команду по твоим интересам, чуть ли не на 100% подходящую. Вот. То есть, это первое место, куда можно идти. Если говорить про зарплаты в Яндексе, скорее всего, ты будешь идти в Яндекс после ШАД как стажер, но это самый популярный путь. И это довольно открытая информация. Стажеры получают на полном рабочем дне порядка 60 тысяч в Яндексе. Ну, плюс у них еще вроде, да, у стажеров всех есть, есть еще порядка 10 тысяч, 9500, что-то такое, денег на бейджики, которые они могут тратить на еду в столовых и там в соседних кафешках. Вот. То есть, ну, вот такие примерно цифры у стажеров. Про другие компании какие-то точно цифры я не знаю, ну, не буду врать, потому что просто не знаю, но мне кажется, ориентировочно примерно так же, если про стажеров говорить. Вот. Если ты идешь на как полноценный сотрудник, то здесь, мне кажется, твоя зарплата может быть побольше, особенно если ты идешь в какие-то небольшие компании. Вот. Типа в небольших компаниях можно... Или наоборот в Сбер. Или наоборот, типа в Сбер, да, где непонятно, найдешь ли ты себе как бы интересный проект, вот, но при этом там ты, возможно, сможешь себе выломать большую вилку. Ты понимаешь, что, типа, там куча факторов. Ну, безусловно. Если брать среднего шадовца, там же, ну, смотри, когда ты, когда ты как-то обсуждаешь оффер, типа, очень важно не только умело проходить технические собеседы, тебе очень важно... Поторговаться. Поторговаться, да. Не гашировать, как на русском праве говорить, переговариваться насчет зарплаты. Но если, да, вот, я бы сказал так, то, что, в принципе, вот после шада несложно себе найти зарплату, там, работу, на которую ты будешь получать, там, от ста до ста пятидесяти вообще несложно. С твоими знаниями этого будет достаточно. Прикольно. Ну, ребята, то есть, в основном идут в Яндекс или, там, в какие-то, там, может быть, небольшие компании также? В основном это, да, это, там, идут в Яндекс, там, некоторые сберные, наверное, идут, не особо много людей, наверное, идут, там, кто-то в Мэйл совсем мало, идут в Мэйл. Совсем мало? Интересно, почему совсем мало? Я говорю совсем мало, потому что мало знаю таких людей, то есть, у меня выборка, может быть, на самом деле, 90% шадок запутут в Мэйл, я просто об этом не знаю. Выборка такая смещенная когда-нибудь. Да, ну, может, я, мое, может, окружение не репрезентативное, самое сложное слово. Вот. Но, там, многие идут, какие-то маленькие стартапчики, там, компании, там, делают интересные всякие штуки. Расскажи, что тебе интересно? Отвечу, если коротко отвечать, мне очень интересно компьютерное зрение, вот, потому что я сейчас еще стажируюсь, во второй раз стажируюсь в Яндексе в команде компьютерного зрения. Если чуть длиннее отвечать, мне интересно делать вещи, которые удивляют, которые каким-то образом могут тебя, там, расхитить, там, у людей, да. В принципе, мне интересно, там, все обучение, которое происходит, ну, больше всего интересно диплеунинг, если ограничивать, а если ограничивать сам диплеунинг, то мне там больше всего интересно компьютерное зрение. Хотя я понимаю, что сейчас, там, вся жара происходит, наверное, больше в области НЛП, ну, в ресерче, в диплеунинге. Вот, в компьютерном зрении чуть-чуть поутихло сейчас, но все равно вот почему-то картинки, видео, это как-то интересно. Интересно. Я вот думал, что наоборот, самая жара, там, в распознавании лиц и что, как технология растет за последние три года, как она улучшилась. Ну, прежде чем… На тебе виднее, конечно. Ну, у меня просто такое субъективное, я не могу никаких количественных тебе параметров, там, каких-то количественных оценок проводить, но просто по ощущениям кажется, что больше прорывов за последний, там, год, полгода именно в НЛП, а не в компьютерном зрении. Ну, слушай, это очень интересно, это как раз тема, которая мне интересна, поэтому, окей, вовремя веришь. Тема, которая компьютерное зрение или НЛП. НЛП. Ну, компьютерное зрение тоже, но скорее второстепенно, вот НЛП прям супер. Ну, смотри, но при этом, когда ты занимаешься, там, глубинным обучением, в итоге не особо важно, там, что у тебя на входе, картинка или текст. В итоге это, там, какой-то тензор, там, какая-то матричка, которую ты представляешь в виде чиселок и ты, там, гоняешь свои сетки. Поэтому, в принципе, твои знания, там, в одной из областей хорошо трансферятся на другие области, прям, очень хорошо. То есть тебе не должно быть сложно, если ты, там, умеешь спокойно, там, читать, воспринимать, там, статьи по компьютерному зрению, тебе не должно, там, возникать проблем с чтением, там, статей по НЛП, например. Карим, вот если бы ты сейчас поступал в ШАД, как бы ты ответил на вопрос, зачем ты идёшь в ШАД? Мне кажется, у меня бы на 50% осталась бы моя мотивация основная, ну, первая, которая была. Удивлять. Да. А второе бы я сказал для того, чтобы встретить хороших людей, интересных людей, встретить компанию. Вот, потому что, мне кажется, где-то первый год я совсем не тусил в ШАДе, я, в основном, смотрел, там, видео-лекции, ну, если приходил в ШАД, там, не знаю, печенье, кофе, там, выпил, всё, посидел, там, один на лекции, чё-то там, всё, ушёл домой. А вот, начиная со второго курса, я начал как-то общаться с ребятами, мы начали, там, куда-то ходить вместе, стали часто, там, просто тусить, там, чё-то общаться внутри ШАДа. Салют, это ШАД-баттл, пошумим, пожалуйста. По итогам жеребьёвки начинает МСи справа. Дайте шуму. Айо! Твои ивристики муть, твои метрики хрень, моя подруга капуст, твоя решающая пень. Сделали чатик себе, да, все дела, как с этого начинаются. Вот, и прям я почувствовал очень большой профит от того, что я завёл такие классные знакомства. Так что сейчас бы я на 50% ответил, чтобы познакомиться с людьми ещё, то есть натворкать себе контактов. Я думаю, что там ещё через несколько лет ты скажешь на 80%. На 80%. Процент только будет расти со временем. Дисконсируется, да? Окей. Дай, пожалуйста, совет тем людям, кто сейчас по какой-то причине не прошёл в ШАД, может быть, это тоже я буду, кстати. Как действовать? Что делать? Ну смотри, первый вообще совет. Если вы там плохо ответили на собеседование как-то, но вам при этом предложили идти на платку, короче... Платное обучение. На платное обучение, да. Не теряйте эту возможность. Мне кажется, оно прям сильно того стоит. Там каким-то образом, не знаю, нужно попытаться достать, украсть. Не надо это делать. Не знаю, достать эти деньги, потому что в итоге там сильно окупится. Не знаю, там за два месяца после этого, там получив профессию в ШАДе, там за два месяца, там потом за три месяца, не знаю, отработаете, это никаких проблем не будет. Это первый совет вот к такой касте людей. Обязательно соглашайтесь на платку. Я прислушаюсь. Да. Вот, а если как бы совсем не получилось пройти, ну типа самое главное вообще не отчаиваться. И да, в принципе курсы и знания, которые преподают в ШАДе, они как бы не эксклюзивные. То есть там рассказывают довольно общие вещи, там просто их все вместе собрали, их рассказывают классные преподы, там классные домашки. Вот. Но в принципе там можно поскрести там по сусекам всего интернета и найти себе курсов, которые в итоге дадут тебе примерно такой же уровень знаний. Если только сможешь сам все это заботать. Это второй вопрос. Насколько ты можешь сам себя там ограничивать, сам себя мотивировать это делать. Это уже вопрос как бы к личности, к самой. Потому что когда у тебя есть плетка в виде дедлайнов и там возможности вылететь... И Макса? И Макса, да. И Миши Левина с топором. Ты пока этот мем, наверное, не знаешь, но... В общем, краткая отсылка. Миша Левин, он ведет семинары, семинары, лекции там по алгоритмам. И он был, насколько я знаю, инициатором создания кодекса Шада. Самый главный пункт в кодексе Шада это то, что нельзя списывать. У него есть классная фотка, где он стоит с таким топором. И там он гуляет по всяким чатикам, даже в виде стикеров. И когда начинается какой-то бугурт, сразу скидывает Миша Левина. Так что нужно каким-то образом... Во-первых, нужно научиться себя самому мотивировать. Нам научиться обучать себя самого. Ну а дальше посмотреть в интернете вообще, какие курсы есть. Не знаю, зайти в Open Data Science, в канал Гиду Курсус, например. Поспрашивать ребят, посоветуйте, какие курсы пройти, что посоветуете, как оптимально это сделать. Ну и начать самому развиваться. Порешать соревнования это тоже, наверное, классный путь. Но так как я его не проходил, наверное, что-то объективное посовет не могу. Но кажется, что это тоже неплохо. Поработать, постажеваться тоже очень-очень круто. Но обязательно нужно следующий год еще раз попробовать. То есть нужно понять, где у тебя пробелы. И там за месяц до вступительных испытаний или за полмесяца надо еще постараться, еще раз подготовиться и пройти. Потому что… Пауза. По моему опыту, готовиться надо не за месяц. Если ты технарь, за месяц. Если ты как я, лучше брать полгода. Давай так. Я знаю людей, которые вообще не готовились и проходили. Я могу представить. Я знаю людей, которые готовились по полгода и не проходили. Я читал про те, которые 5 лет готовились. Ну да. То есть там очень сильно зависит от спреда, от бэкграунда. И вот этот спред, он типа супер большой. Так что нужно как-то от своих сил отталкиваться и понимать, как и когда надо готовиться. Ну там смотрите вот канал Вити. Не знаю. Может быть с его расписанием получится подготовиться. Ну я согласен с тобой, у всех свое. То есть тебе, когда идешь, нужно для себя понять. Могу лишь только сказать, что если не учился на мехмате или там в физтехе, то ботать до хрена. Бот идеально до хрена. И нужно это понимать и не думать, ой, я через месяц пойду поступать, дай-ка я порешаю этот экзамен. Вот так не сработает. Если ты на физтехе или на мехмате, ну там, наверное, да. Кому-то может быть вообще не придется готовиться, если ты олимпиадник. Ну да. Там, скорее всего, если ты на физтехе или на мехмате, тебе нужно будет просто повторить. Если ты мучаешься на втором, на третьем курсе, тебе нужно будет просто повторить все, освежить памяти. Ну вот мне, например, что новое пришлось изучать, это были алгоритмы. Я почему-то как-то упустил их. Кормана прочитал целиком? Половину Кормана прочитал. Я его даже взял с собой, вот эту махину. У меня такой огроменный пакет, мы были с этими учебниками, когда я шел. Вот, ну типа алгоритмы для меня были прям чем-то новым, что я прям изучал. Все остальное во многое вопросов повторил. Дай совет, пожалуйста, тем, кто еще думает идти в шат, там, как готовиться, что делать, чтобы максимально заделиверить. Ну, первый совет – это нужно обязательно идти в шат. То есть вот если вы решили туда идти, это хорошее решение. Постарайтесь туда поступить, потому что место действительно классное. Как готовиться? Мы об этом только что говорили. Надо как бы на себя спроецировать, понять, какие у тебя вообще знания есть. Посмотреть, какие задачи были в прошлом году и вообще в прошлых годах. Понять, где у тебя слабые стороны. Ну, и попытаться их там как-то закрыть знаниями. Ну, смотрите предыдущие видео, видите, там, почти все видео про это, про то, как готовиться. Если вы успешно проходите там первые два этапа, остается последний этап собеседования, там просто хорошо подумайте насчет того, зачем вам нужен шат, зачем вам машинообучение, на какую специальность вы хотите. Разберите задачи, которые вы там не решили в своем варианте, потому что, скорее всего, вас будут спрашивать именно на те темы, на которые вы не решили. Ну, там, выспитесь, идите решайте. Вспомните, что такое случайное блуждание, свойство матриц, ну, понятно. Ну, довольно, ну, опять же, такие банальные вещи, которые ты во многом рассказывал в своих видео. Ну, мне кажется, у каждого человека вообще уникальная история, не повторяющаяся, там, по комбинации его знаний и его опыта, поэтому нужно как-то смотреть самому, что... Да, это правда. Карим, спасибо тебе большое. Очень здорово. Мне кажется, теперь я гораздо лучше понимаю, зачем мне идти в шат и что я могу рассказать про это на собеседовании. Надеюсь, что вам, ребят, кто смотрел, тоже было суперинтересно. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Карим, спасибо тебе большое. Спасибо, что позвал. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok